Цифровые деньги Что же это такое на самом деле? Здравия достойным! Цифровая валюта Центрального Банка Все об этом говорят, но толком никто не знает, что это такое Сегодня свое мнение по этому вопросу выскажет Илья Викторович Петров Сразу хочу вас обрадовать У нашего экономического эксперта появилось время отвечать на ваши вопросы более регулярно Но и это еще не все Все, кому действительно необходимо, могут получить практическую помощь Перед некоторыми из нас в такой ситуации очень остро встает вопрос А как же не потерять то, что имеешь? То, что накоплено, возможно, даже не одной семьей Вот решить подобные проблемы как раз и может помочь Илья Викторович Мне-то в этом отношении проще Мелких денег у меня сейчас нет А вот крупные А крупных вообще никогда не было Ну, как говорил Остап Бендер Если по стране ходят денежные знаки Ну, есть люди, у которых их много Добавлю уже от себя Что даже не все из них знают Что же из себя представляет цифровая валюта Центрального Банка И многие путают ее с электронными деньгами Точнее, с методами безналичного расчета С помощью банковских карт и расчетных счетов И вот прежде чем я предоставлю слово нашему экономическому эксперту Давайте пока я своими словами попытаюсь поделиться с вами Своим пониманием сути цифровых денег Итак, Central Bank Digital Currency Цифровая валюта Центрального Банка Это концепция цифрового аналога фиатной валюты государства Например, цифровой рубль в РФ Или цифровой юань в Китае Обсуждения и разработки концепции Начались еще в 90-х годах прошлого века А активно тема CBDC в экспертных кругах Начала обсуждаться в 2018 году Вообще говоря, идея CBDC получила резкий толчок в развитии И стала навязчивой идеей финансовых властей Под влиянием усиливающейся конкуренции Со стороны активно развивающегося рынка криптовалют Функционально CBDC – это тип платежного средства Цифровая валюта, имитируемая Центральным Банком Государства Который гарантирует устойчивость курса этой валюты Относительно своего фиатного, бумажного и безналичного аналога Регулирует обращение этой валюты и все остальные транзакционные аспекты В чем же экономический смысл CBDC? Принципиальной основой устойчивого существования любого государства Является контроль за двумя областями Государство должно обязательно обладать монополией на насилие Вооруженные силы, национальные гвардии, специальные службы, полиция и т.д. То есть любые легальные силовые способы разрешения ситуаций Должны контролироваться исключительно государством и больше никем И монополией на эмиссию денег или эквивалента денег Ключевая функция денег в этом смысле – это роль средства платежа И меры стоимости при осуществлении торгово-хозяйственного взаимодействия Всех субъектов финансовой системы И вот на монополию государства на эмиссию Ну, попросту говоря, на выпуск денег Посигнули всякие биткоины и другие криптовалюты Их сейчас только ленивый не выпускает Принимая во внимание глобальный характер распространения криптовалют А также весьма ограниченный на сегодняшний день инструментарий борьбы с ними Многие криптовалюты децентрализованы, и их нельзя просто запретить Нельзя переусердствовать в запретах и ограничениях Во-первых, запретами можно навредить собственной финансовой системе А во-вторых, слишком быстрые и необдуманные запреты Могут отбросить государство назад в глобальной конкуренции С другими государствами в ситуации, когда долгосрочное влияние И роль криптовалют до конца не ясны Таким образом, действовать необходимо осторожно С оглядкой на все внешние и внутренние обстоятельства А также на опыт так называемых партнеров и конкурентов CBDC в этом контексте – это логичный ответ рынку криптовалют Попытка вытеснить крипту из серой зоны Но используя не тотальные запреты, а наоборот конкурентный подход Это попытка предложить участникам финансовой системы Схожий по ряду параметров продукт, который в перспективе Должен отвоевать существенную долю рынка Или полностью вытеснить крипту Но CBDC – это не крипта в чистом виде В отличие от CBDC, многие криптовалюты децентрализованы То есть расположение их может быть не на одном каком-то определенном сервере Теперь вопрос о том, кому выгодно То есть чем с финансовой точки зрения привлекательна цифра для Центробанка Первое – это ускорение и снижение стоимости транзакций Второе – повышение безопасности банков и электронных платежных систем Третье – стабилизация кредитных рисков Четвертое – упрощение трансграничных переводов Пятое – повышение имиджа государства и его Центрального банка Шестое – снижение количества теневых операций Ну и седьмое – в перспективе вполне возможное полное исчезновение наличных средств А теперь подумайте, что из вышеперечисленного выгодно нам как конечным потребителям Да вообще ничего Обратите внимание, что плюсы относились к Центральным банкам, а не к конечным пользователям Операции с цифровыми валютами будут дешевле для этих банков Но с экономленными деньгами банк с вами делиться не будет Плату за транзакции, обслуживание ваш банк вряд ли снизит Это же касается и остальных шести пунктов Ничего хорошего В то время как фиатная валюта предполагает определенную свободу Цифровая полностью ее исключает Правительство также получит прямой доступ к кошелькам пользователей Что позволит легко взыскивать налоги или штрафы Для этого нужно будет просто изменить пару строчек кода Программируемые функции денег могут быть использованы против отдельных неугодных лиц Или в качестве оружия в экономической войне Интеграция с системами социального рейтинга Открывает еще более широкие возможности для наказаний или поощрений Ваш банк знает практически все о вашей модели расходов Знает где вы живете, кем работаете и даже в каком магазине предпочитаете покупать продукты по понедельникам Он прекрасно осведомлен о вашем финансовом положении и состоянии здоровья Знает какими устройствами вы пользуетесь, а в некоторых случаях даже обладает биометрическими данными Все эти сведения открывают большие возможности для анализа, в том числе поведенческого Однако информация о потребителях интересует не только частный сектор, но и государство Причем центральные банки стоят в очереди за пользовательскими данными одними из первых В текущих реалиях внедрения национальных цифровых валют рядом стран Вопрос когда, а не если Как и в случае с фиатной валютой, их сила будет определяться силой и влиянием центральных банков, стоящих за эмиссией Эксперименты слабых экономик, вероятно, не смогут оказать существенного влияния на глобальную финансовую систему Однако опыт ведущих стран, если он окажется успешным, переймут и другие, даже номинально демократические В мире, где CBDC является приоритетным средством расчетов, в том числе трансграничных, не остается места для частной жизни Ведь инструмент, который позиционируют как способ повышения финансовой инклюзивности В итоге сыграет роль удавки на шее экономической свободы За удобство людям придется заплатить экономической свободой Именно поэтому бывший сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден считает инструмент новейшей опасностью, нависшей над обществом CBDC – это нечто близкое к извращению криптовалют Или, по крайней мере, их основополагающих принципов и протоколов Криптофашистская валюта – злой двойник, явно предназначенный для того, чтобы лишить пользователей права собственности на их деньги И сделать государство посредником в каждой транзакции На этом я передаю слово Илье Викторовичу Настало время профессионала Но перед этим две минуты полезной информации В любые времена нет ничего важнее здоровья Но за последние 10 лет проблемы с позвоночником сильно помолодели 94% людей на планете уже к 30 годам имеют грыжу или протрузию в позвоночнике Что может приводить к болям в спине и проблемам со сном из-за дискомфорта К врачам обращаются единицы, остальные сидят на таблетках или уколах и терпят боль Хотя есть доступный и эффективный способ лечения Челябинская методика лечения болей в шее, спине и пояснице – кордус сакрус По всему миру ее используют уже более 10 лет В 48 странах за это время продано более 150 тысяч аппаратов кордус сакрус В России эта методика, созданная челябинским нейрофизиологом Юрием Корюкаловым, пока что малоизвестна Она основана на принципах гравитационной терапии, безопасна и нетравматична Давление аппаратов ограничено весом тела Когда вы ложитесь на аппарат, его анатомические вершины погружаются в мышцы, что снимает спазм Основную причину боли в спине Методика кордус сакрус эффективна в борьбе с такими патологиями, как Спазмы мышц позвоночника, межпозвонковая грыжа, ущемление седалищного нерва, сколиоз и другие Одновременное использование аппаратов кордус и сакрус повышает эффективность лечения на 40% Новинка от челябинских нейрофизиологов кордус вибро помогает даже в запущенных случаях Еще одна новинка – сакрус физио с вибрацией и микротоковой стимуляцией Эффективно лечит защемление седалищного нерва, устраняет боль в области крестца и таза Цена одного аппарата всего 3900 рублей, как пара сеансов массажа Вот только аппараты, в отличие от массажа, покупаются один раз на всю жизнь и на всю семью Если за месяц методика вам не поможет, производитель аппаратов просто вернет деньги Впрочем, за 10 лет продаж в 48 странах возврат составил менее 2% на 150 тысяч проданных аппаратов Узнать подробнее о методике и заказать аппараты можно на официальном сайте Кордус Сакрус Ссылка на сайт и код на скидку 10% в описании под роликом Здравия достойным! Я рад, что мы продолжаем наши встречи Альтернативной экономики Мы сегодня с вами рассмотрим важный вопрос Что такое цифровые деньги И к чему нам всем готовиться Конечно, в завершении нашей встречи я предложу, как обычно Один из альтернативных выходов из этой сложившейся ситуации Давайте, друзья, вкратце напомню, что такое деньги, что такое финансовая система Для того, чтобы полностью распутать этот клубок Фактически мы понимаем, что на сегодня деньги – это необеспеченные бумажки Это фактически электронные циферки на наших расчетных счетах в банках И, по сути, это как раз тот инструмент, которым контролируется каждый из вас Которым и управляется каждая территория на нашем земном шаре По сути, получается, что деньги на сегодня стали инструментом Который позволяет либо развиваться, либо, соответственно, как это происходит в нашей ситуации Волочить нищую жизнь По сути, получается, что нас поставили в рамки, когда для нас деньги – самое главное А фактически все деньги на сегодняшний день подчиняются Федеральной резервной системе Которая печатает доллар Далее, после Федеральной резервной системы, ФРС, существуют центральные банки В каждой стране мира существует свой центральный банк Который, напомню, так до сих пор и непонятно, кому принадлежит Хотя, мы знаем и эту информацию Кто же владелец этого центрального банка Который печатает даже не деньги, а просто билеты По сути, если разобраться и посмотреть на всю картину сверху То виден ФРС, который раздает доллары США непосредственно в центральные банки И дальше в этих центральных банках эти доллары США меняются на те непосредственные рубли Всевозможные лиры и далее, далее, далее Все это мы с вами уже обсуждали Что такое непосредственно сам процесс обмена денег и как они появляются Теперь определим важный момент того, что деньги бывают у нас Мы уже тоже обсуждали Бывают бумажные, электронные и появляются новые деньги центральных банков CBDC Фактически, нам на сегодня предлагают отказаться от бумажных денег полностью И вы увидите, это произойдет за ближайшие два года Так как существует множество факторов, влияющих на этот процесс Первое, буквально на прошлой неделе произошел финансовый кризис Который начинает разворачиваться в Америке Один из двух самых крупных банков Перешел за красную черту И стал фактически банкротом Надо понимать, что тот же самый процесс начался и в Европе Один из самых крупных европейских банков Credit Suisse Точно так же стал банкротом Сегодня уже Соединенные Штаты Америки Выделили 156 миллиардов долларов Для того, чтобы залить эту дыру И по сути банковской системы Америки начинает повышение процентных ставок Начинается тот процесс, о котором говорили ранее Деньги начинают обесцениваться Будет опять гигантская инфляция Если объяснить по-простому То получается, что те события, о которых мы вам рассказываем Начинают кардинально изменять финансовый мир и финансовую ситуацию Фактически мы сталкиваемся с ситуацией, когда цифровые деньги будут подготовлены во всех странах А напомню, этот процесс был запущен 2 года назад И на сегодняшний день есть уже цифровой доллар С 1 апреля поздравляю вас Цифровой рубль Точно так же существует цифровой юань По сути, все готово для того, чтобы закончить эпоху доллара И перевести нас в цифровое рабство Почему цифровое рабство? Потому что цифровые деньги центральных банков будут находиться Не на расчетных счетах, не в ваших кошельках А конкретно в центральном банке То есть у каждого расчетный счет У каждого непосредственно кошелек Будет находиться в самом центральном банке Конечно, это самая опасная ситуация Когда все оборудование иностранное Программный продукт, на базе которого создан цифровой даже рубль Американский И нам нужно понимать, что этот процесс необратим И он на сегодняшний день нас приведет именно к цифровому рабству Существует несколько теорий Или точнее говоря, несколько моделей Развития событий на ближайшее время По сути, до середины 2023 года В срочном порядке принята задача По окончательному тестированию американского доллара И наверняка в этом году произойдет тот мировой кризис Когда долларовая система Как вы можете вспомнить в Советском Союзе Обнулиться То есть мы с вами проснемся И те 107 миллиардов наличных долларов Которые находятся на руках у населения страны Те непосредственно 37 триллионов Которые находятся на расчетных счетах В виде российского рубля Станут стоить меньше, чем буханка хлеба Такая ситуация уже была Поэтому это может произойти И будет происходить неверняка Как большинство думает на сегодня экономистов Резко, спонтанно Для того, чтобы предложить всем самую сладкую морковку Выход из всей ситуации Это цифровые деньги Цифровые деньги не только будут находиться в центральных банках Но цифровые деньги не будут иметь теперь процентную ставку Доходность То есть эти деньги нельзя будет вкладывать Для того, чтобы получать проценты Это тоже новая интересная задача И новое интересное решение Которое нас приведет к совершенно другому экономическому миру И экономическим взаимодействиям Фактически мы с вами находимся на том моменте Когда деньги перестают быть в том понимании Деньгами, как это было до этого Более 100 лет Мы с вами столкнемся с ситуацией Когда наши деньги могут исчезнуть Или наши деньги будут переведены в эти цифровые деньги Потому что на сегодняшний день Большинство государственных платежей Большинство фактически всех затрат Будут переводиться именно на цифровые деньги В чем уникальность цифровых денег? В том, что цифровые деньги можно будет подкрашивать В том, что цифровые деньги должны работать без интернета Как они решат вторую задачу я не знаю Хотя на нашем канале Эпикс Фри существует ответ на этот вопрос И два года назад, когда Центробанк обратился в государственный университет С просьбой проверить, просмотреть то предложение, которое существовало Мы формировали антикризисный рубль Цифровой антикризисный рубль На нашем русском программном обеспечении Чтобы этот антикризисный цифровой рубль мог поднять экономику Чтобы он мог восстановить полностью нашу экономику Как здоровый организм А не как полуумирающий лежащий труп Который пытается вздохнуть И не может поднять на сегодняшний день даже голову Нам нужно четко понимать, что цифровые деньги Это реальность, которую необходимо внедрять И можно внедрять Но эти цифровые деньги не могут быть децентрализованы То есть они не могут находиться в каком-то центральном банке И еще нужно понимать, что сервер Который находится в этом центральном банке Он не один Децентрализация – это когда несколько серверов Где находятся цифровые деньги Фактически мы сталкиваемся с вами, что существуют какие-то сервера, которые могут быть выключены. И когда они будут выключены, естественно, произойдет коллапс и с цифровыми деньгами. Подкрашивать цифровые деньги. Что это такое? Это, по сути, возможность конкретизировать конкретную платеж, конкретные деньги на конкретные задачи. То есть они могут поступать, допустим, только для того, чтобы в регионе, в конкретном федеральном регионе, эти деньги были направлены на строительство дороги или на ремонт моста. Это позволяет в какой-то степени контролировать расход этих денег. Это позволяет уменьшить коррупцию. Это, конечно, очень интересный момент, каким образом эта коррупция будет уменьшена. То есть это на сегодня будет контролировать Центральный банк. И фактически Центральный банк станет карательным органом, который сможет отключать воров и тех казнократов, которые на сегодня выводят деньги из страны. Не факт. Мы видим, что одно из основных действий Центрального банка – это сохранение вывода денег из страны. Это не закрытие, с учетом нынешней ситуации, границ для того, чтобы отсюда не происходил отток денежной массы. Поэтому я думаю, что все-таки это более похоже на тотальный контроль через уже совершенно другой кошелек, через совершенно другую ситуацию. Итак, друзья, как я и обещал, на завершение нашей встречи я поясню. Первое. На сегодня вместе с цифровыми деньгами нам начинают ввязывать обязательную биометрию. Вы сами имеете право принимать решение, сдавать свои персональные данные, отпечатки пальцев, сетчатку глаза, ДНК или не сдавать. Вы сами на сегодня можете принять это решение и отказаться от этого одного из циклов по полному переходу в цифровое рабство. Второе. Конечно, с учетом того, что произойдет, деньги наличные исчезнут. И, естественно, исчезнут деньги на ваших расчетных счетах. Их, конечно же, поменяют с удовольствием на цифровые деньги. И, конечно же, за цифровые деньги будут еще предлагать разные бонусы, мили, вознаграждения. У нас есть только один шанс – создать потребительскую кооперацию, в которой эти деньги не имеют никакого отношения и значения. Где эти деньги будут растворяться и обмениваться на наши с вами ресурсы. Тем, кто готов в этом направлении участвовать, мое предложение – пишите, обращайтесь. Мы состыкуем наши задачи, наши цели, создадим потребительские кооперативы. Полностью соберем то, что у нас осталось, переведем в реальные ресурсы. Подготовимся к тому, чем у нас готовит мировой коллапс. Ну, а кто не верит всему тому, что было сказано, обращайтесь в классическую экономику. Рынок решит, друзья, все. Мы помним, что это хорошо. Но я думаю, что нас время рассудит. Благодарю, друзья, за встречу. До свидания и до встречи у меня на канале.